Атлантич Чаунчил, США, Украина превратится в гигантскую Молдавию Джеймс Брук, Атлантич Чаунчил, США 15 мая 2019 года Войдите в сияющий офис новой украинской паспортной службы на третьем этаже обветшалого киевского ТЦ 1990-х годов, и вы почувствуете, что попали в мир Украины будущего, яркий свет, система электронных талонов, 60 девушек и юношей, одетых в стильную униформу. Они только и ждут, чтобы скорее вручить вам, гражданину Украины, новый биометрический паспорт, который позволит вам работать, путешествовать и учиться в ЕС. Но когда мы с женой, два иностранца, в феврале подошли к столу информации, сотрудник нахмурился, позвал инструктора. Они стали листать руководство. Ваше свидетельство о браке, заключенном за границей, больше не действует на Украине. Неважно, что оно было действительно, когда вы получали вид на жительство в 2016, 2017 и 2018 годах. Неважно, что оно было зарегистрировано Министерством иностранных дел Таиланда и посольством США в Бангкоке, переведено на украинский язык, несколько раз заверено нотариально. Теперь свидетельство о браке должно быть подтверждено посольством Украины в Бангкоке. В свою очередь посольство Украины в Бангкоке установило правило, согласно которому отметки Министерства иностранных дел Таиланда, внесенные более 90 дней назад, считаются недействительными. Пока Владимир Путин предлагает российские паспорта всем украинцам, в первую очередь тем, кто живет в приграничных областях, контролируемых российскими войсками, Украина, словно лунатик, шагает прямо к демографической пропасти, опутанной бюрократической волокитой, которая душит бизнес, делает невозможной эмиграцию и стимулирует эмиграцию. Из окна моего киевского офиса в районе Золотых Ворот я вижу две нотариальные конторы и три школы английского языка. Нотариусы олицетворяют притворное исследование букве закона в стране, где судебные решения выносят в пользу тех, кто больше заплатит. Школы английского предлагают билету в другую жизнь. Только за одно поколение, с момента обретения независимости в 1991 году, население Украины сократилось на 23%, с 52 миллионов до сегодняшних 40 миллионов человек. Политические элиты, которые были у власти в годы независимости, провалили экзамен. Не предвещает ничего хорошего и то, что в 2020-х немецкий бундистаг планирует ввести послабление в трудовом законодательстве, которое позволит восполнить необходимость страны в рабочей силе, разрешив украинцам работать в Германии по краткосрочным контрактам. Здесь, в Киеве, немецкий социолог Андреас Умланд, Андреас Умланд, и его коллега из Нюрнберга Андрей Навак, Андрей Навак, предлагают очевидно разумную вещь – развернуть поток в обратную сторону. Низкий уровень цен в Украине, высококвалифицированные частные врачи и близость к Евросоюзу могут привлечь сюда европейских пенсионеров. Они могли бы потратить свои пенсии на походы в рестораны и снять некоторые из 60 тысяч пустующих квартир в Киеве. Они могли бы преподавать здесь свой родной язык. Само их присутствие могло бы поспособствовать интеграции Украины в ЕС и привлечь западных инвесторов. Экономика Коста-Рики держится на пенсионерах, 50 тысяч вышедших на пенсию американцев стремятся туда. Умлант рассказал о своей идее полгода назад, но ответа пока так и не дождался. Широко разрекламированные иммиграционные реформы времен позднего Порошенко оказались письмами в никуда. Около полутора лет назад новый закон обещал приоритет в выдаче вис и разрешении на работу выпускникам 100 лучших университетов мира. Любопытно, что автору этой статьи, выпускнику ИЛЯ, он не помог. Также он не затрагивает журналистов. Следующая мера была принята несколько месяцев назад и должна была освободить иностранцев от необходимости покидать страну, чтобы обновить визы. Моему другу, юристу из Америки, это не удалось, и в прошлом месяце он был вынужден совершить тур в Польшу ради визы. В конце концов, если уж седовласому партнеру киевской юридической фирмы с этим не разобраться, может, пора уже прекратить повторять, что каждый сам виноват. Что касается меня, я учился во Франции, Колумбии и Бразилии. Я работал в Швейцарии, Бразилии, Кот-де-Вуаре, Канаде, Японии, России и Украине. Я побывал в 100 странах, включая Северную Корею. Но ни в одной из стран я не сталкивался с тем, чтобы документ, который раньше принимали, вдруг назвали недействительным, или заявили, что официальная отметка другой страны просрочена. Так что же с моим стремлением обновить вид на жительство на Украине сроком на один год? Написав 93 письма в Таиланд и съездив в Бангкок, я наконец вновь перезаверил свое свидетельство о браке в посольстве Украины. Это обошлось мне в 2000 долларов за Веперелит, отель, и оплату местного денежного взноса за заверение документов. Написав в общей сложности 200 электронных писем, я получил временный вид на жительство. Жена должна получить свой на следующей неделе. Это обошлось нам в 1000 долларов за 12 отдельных процедур, которые мы прошли в течение 4 месяцев. В отместку украинцы могли бы напомнить, американцы отказывают в визе 41% заявителей из Киева. Безусловно, миграционная система США недружелюбна, подвержена бюрократии и подчас вообще не работает. Но давайте будем честными, разница в том, что половина земного шара хочет переехать в Соединенные Штаты. Скоро вступит в должность президент Зеленский, и он может пойти по пути наименьшего сопротивления. Или же может искоренить бюрократию, понизить налоги на имущество супругов и открыть Украину для притока свежей крови, новых идей и опыта зарубежных стран. Джеймс Брук проработал иностранным корреспондентом газеты New York Times 24-го года, а сейчас пишет в Киеве ежедневные утренние заметки для издания Ukraine Business News, Украине Бусини Снеус, о новостях делового мира и трендах экономики. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.